Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский посетил сокровищницу истории – Ненецкий краеведческий музей. Он ознакомился сразу с несколькими экспозициями, которые наиболее ярко отражают жизнь региона. Как отметил глава региона, краеведческий музей – один из самых важных объектов, которые он счел необходимым посетить по прибытии в округ. Богоевенский храм, уменьшенная на гороскопе, построенный был на рубеже 690-х годов. Весь округ как на ладони. Заведующий отделом истории и археологии Алексей Каратаев проводит экскурсию для временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Историческое путешествие начинается с этнографического комплекса, который рассказывает о культуре народов, проживающих на территории региона. Алексей Каратаев подробно останавливается на комплексе, который посвящен культуре и быту ненцев. Жизнь из трех частей состоящая. Женская одежда, то самое трехчастное отделение мира, да. Помимо культуры ненецкого народа, Александр Цибульский успел заглянуть в гости и к животным обитателям нашего края. Экспозиция зала природы, который рассказывает о многообразии растительного и животного мира от арктического побережья до северной тайги, вызвала у него особый интерес. Здесь обитатели водных пространств. Обратите внимание, на заднем плане, отшелись кита. Ну, крафт является, скажем так, принесенным видом извне. Показали Александру Цибульскому и недавно обновленную экспозицию «Богатство земли Ненецкой», которая знакомит с историей геологоразведки и нефтедобычи в регионе, начиная с исследования геолога Георгия Чернова и заканчивая обзором компании «Недропользователь», которые в настоящее время работают на территории Ненецкого округа. Кстати, на ней Александр Витальевич смог увидеть и личные вещи первооткрывателей «Черного золота». В общем, путешествием в истории временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа остался доволен. Вы знаете, мне вообще вся экспозиция очень понравилась. Даже вот так выделить что-то сложно. Вообще, очень качественно сделанный музей, хорошая подборка документов, и в хронологическом порядке действительно понятно все, как развивалось. Это, наверное, не первый объект, который я посещаю, но тем не менее, наверное, один из самых важных. Потому что для того, чтобы работать в округе, мне кажется, очень важно понимать, чувствовать его историю. Кстати, с историей Ненецкого округа Александр Цибульский связан с самого рождения. Дело в том, что он родился 15 июля, в день образования округа. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.